Муслим, в детстве вы мечтали стать композитором, а стали певцом. Расскажите, как это произошло? Дело в том, что рассчитывая на то, что я буду продолжать дело своего деда, родители определили меня в музыкальную школу-десятилетку по классу композиции. А к десяти годам я уже продемонстрировал на экзамене свои собственные сочинения. Мной были очень довольны, но, к сожалению, это длилось недолго. Однажды как-то я посмотрел какой-то итальянский музыкальный фильм, и во что бы то ни стало решил научиться петь. Голос у меня был детский, и к тому же очень резкий и неприятный. Недаром, кстати, меня все время выгоняли из школьного хора. Но я не сдавался. Стесняясь петь при каком-нибудь, я запирался в пустой комнате или уходил на берег моря, и там яростно терзал свое горло. Так продолжалось года два. Но однажды мое пение в пустом классе школы подслушала моя учительница. И к моему удивлению она растрогалась и сказала, что когда будет мой первый сольный концерт, она надеется, что я не забуду ее и пошлю ей билеты в первый ряд. Оказывается, к тому времени у меня уже произошла мутация голоса, и он из детского неприятного превратился в баритон. С тех пор я пел везде и всюду по первой же просьбе и твердо решил стать певцом. Море вернулось Говором чаек Песней прибоя Рассвет пробудил Сердце как друга Море не встречает Сердце как песня Летит из груди О, мое море Это ты стал И ненадолго Подаришь ты мой Море возьми меня Таня и дарит 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 Весь без тобой Грустные звезды В поисках ласки Сквозь синюю вечности Летят до земли Море на встречу Детские сказки На синих водонях Несет корабли Таня и дарит КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ